И так, я приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале. Значит, очередное видео. Будем пытаться, скажем так, тюнинговать в очередной раз мое ружье 12-го калибра помпу Hassan Eskort AIMGARDS. Значит, что будем делать? Пытаться установить на него подсольный фонарик. Значит, одно дело я пытался это сделать с помощью вот такого крепления. Заказывал его на Алиэкспресс. Вот, кому интересно, вот здесь дам ссылочку, посмотреть распаковку. Вот, все бы ничего, но, как оказалось, по факту, оно не становится вот сюда на подсольный магазин. У него посадочное место, у этого крепления чуть-чуть меньше. Я не смог его закрепить сюда на подсольный магазин. Поэтому, вот это дело я выписал с Алиэкспресса несколько таких прикольных штуковинок. Значит, первая и основная, это вот такая вот база Viver Picatinny, которая вообще изначально предназначена как раз для установки на подствольные магазины ружей 12-го калибра. В общем, вот как это все дело выглядит. Значит, посадочное место здесь как раз в аккурат такое, как подствольная, ну, труба подствольного магазина 25-мм. Вот, здесь мы имеем несколько рельс Viver Picatinny. То есть, два, две рельсы боковых. Вот, одна рельса нижняя. В принципе, можно даже закреплять вот так и вот так. То есть, несколько углов наклона. То есть, можно закреплять фонарь внизу, можно чуть сбоку, можно окончательно сбоку. Вот, сделано все это дело из какого-то сплава, типа алюминий-дералюминий. Ну, вроде бы так, сделано аккуратненько, нигде никаких ни заусенцев, ни сдертостей, ничего. В общем, где-то как-то так. Вот. А непосредственно для крепления самого фонарика у нас есть вот такое вот боковое крепление. Вот. Вот как это все дело выглядит. Вот, непосредственно само крепление. Немножко подраскрученное, как я гляжу, ко мне пришло. Вот. Вот это само крепление. Вот так все это дело выглядит. Тоже выполнено из какого-то сплава алюминий-дералюминий. В общем, сюда крепится фонарик. А вот этим местом оно крепится на непосредственно базу. То есть, вот так, вот так или вот так. В общем, сейчас все это дело будем пробовать закрепить вот сюда на ружье и смотреть, как это будет выглядеть по факту. Значит, для того, чтобы все это сделать, в первую очередь, естественно, что мы делаем, да? В первую очередь выясним, что ружье у нас разряжено, патронник пустой. Магазин патронный тоже пустой, да? Делаем патронный спуск, ставим на предохранитель. Значит, теперь ее надо разобрать. Разбирается это все. Ну, помпа как бы разбирается, да? Элементарно просто. Значит, вот здесь выкручивается вот эта крепящая гайка. Вот, снимается шволь. И после этого снимается цевьё с затвором. Вот. Вот непосредственно цевьё. Вот затвор с боевым упором. В общем, это дело нам пока не понадобится. Откладываем его в сторону. Собственно, это можно также использовать и как инструкцию по сборке-разборке ружья, да? То есть, помпа разбирается, как видите, абсолютно элементарно. Раз и все. Раз и разобрал. Вот. Значит, убираем вот эти все ненужные штуковинки, которые мы делаем. Значит, для начала, что нужно сделать? Для начала нужно установить... Установить вот эту базу. И тут я уже вижу, что мы сталкиваемся с одной небольшой проблемкой. Проблемка эта выглядит следующим образом. Значит, я хотел ставить эту базу даже не на край, а вот сюда, ближе к самому цевью, да? То есть, когда цевьё полностью закрывает затвор, да? И вот оно находится примерно в этом положении. Я хотел установить базу вот прямо вот сюда, чтобы можно было, ну, держась рукой за цевьё, сразу же нажимать на кнопку фонарика. Вот. И для того, чтобы это нам сделать, нам нужно опять теперь всё это дело, которое мы только что разобрали, вот, установить назад. Вот. Хотя бы, то есть, хотя бы цевьё с затвором. Чтобы я ориентировочно предполагал, где оно заканчивается. Вот. Во-первых, я знаю точно, что базу мне нужно ставить вот сюда. А во-вторых, ну, это, ну, кстати, сразу же всплывает существенный минус этого, как бы, этого крепления. Ну, тут же ничего не поделаешь, да? То есть, либо такое, либо какое-нибудь другое, ну, придумывает что-нибудь другое. В общем, смысл в чём? Смысл в том, что когда будет стоять вот эта база вот здесь, уже цевьё снять не получится. То есть, сначала нужно будет снять эту базу, а уже потом делать разборку ружья, да? То есть, это как бы, ну, как для кого? То есть, это можно считать минусом, можно считать плюсом. То есть, ну, на самом деле, то это минус. Ну, я ссылаюсь на то, что помпа практически не даёт никаких проблем при стрельбе, да? И, ну, а для того, чтобы, например, почистить, так, базово почистить ружьё, в принципе, можно даже полностью не разбирать. Вот. Значит, что мы делаем? Значит, пытаемся поставить его вот сюда. Так как крепление само по себе, оно сюда становится очень-очень в притирку, мне сейчас нужно будет его немножко вот так вот пальцами подраздвигать и усаживать его аж вот до сих пор. Вот. Ну, я думаю, это показывать не стоит, потому как это займёт некоторое время некоторую волокиту. Просто, в принципе, можно его в притирку по магазину насаживать, но, чтобы оно не поцарапало, не испортило эстетический вид. Поэтому мы сейчас ненадолго прервёмся, насадим его вот до сих пор, а потом снова включимся. Ну, в общем, в целом, примерно вот, что у нас получилось. В общем, я не стал полностью его, как бы, вот сюда придвигать полностью к цевью. Во-первых, нужно оставлять небольшой зазор, потому что я ещё пока не знаю точно, насколько оно дойдёт. Это во-первых. А во-вторых, всё же таки, либо с этой, либо с этой стороны здесь же будет ещё закреплён фонарик, чтобы он, ну, как бы, не мешал цевью двигаться нормально. В общем, в целом, вот так оно насадилось. Сейчас примерно так я на глазочек его подвыровняю. Относительно оси ствола. Вот. Теперь будем его закреплять. Крепятся они вот этими двумя винтиками, которые идут под шестиграничек. Кстати, сразу обращу внимание, так, ну, если кому интересно, ссылку на крепление, вот, на вот это боковое крепление и на базу, я дам в описании под видео, если кому будет нужно. Вот. И ещё обращу внимание, в принципе, вот шестиграничек с вот этим креплением шёл, а с вот этим не шёл. Так что, если вдруг, ну, чтобы имели в виду, вот. Ну, один от другого подходит, как бы, ну, если вдруг приобретаете отдельно только вот эту базу, то будьте готовы к тому, что продавец экономит на необходимых инструментах. И так, что такое, чтобы не попадаем. И, короче, шестигранник в комплект не вкладывает. Вот, вроде бы попал, вроде бы пошло. Туговастенько. Так. Советую здесь крепить хорошо, душевненько так, потому как было у меня... Проблема с коллиматорным прицелом. Планка Viver Picatinny сорвалась с крепления. Вот. Уж не знаю, то ли это было у неё качество не очень хорошее, у этой планочки, то ли я её плохо тогда закрепил. Ну, так что, теперь стараюсь крепить от души. Вот. Собственно, база у нас стоит. Значит, теперь собираем ружьё. Вот, как я говорил, это не занимает ни много времени, ни много проблем. Вот, всё. Кстати, сразу же видим, что база Viver Picatinny абсолютно не мешает стволу. Что тоже существенный плюс, потому как заказал, оно уже идёт, а я боялся, что вот эта часть не даст стволу нормально встать на своё место. Но оно стало. Да, то есть, вот по факту, как это всё дело выглядит. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. То есть, относительно так смотрится весьма эстетичненько так. Ничему не мешает, да? То есть, движению затвора тоже не мешает. Значит, тюнируем далее. Пока это дело немножко отложим. И берёмся непосредственно на закрепление. Вот это, боковое. Значит, сразу же будем пытаться на него запихнуть фонарик. Фонарик у меня, к сожалению, только такой. Специфического тактического фонарика пока ещё нет. Я ещё не обзавёлся. Так что, для наглядности, будем пользоваться вот таким фонариком. Обычным и DC-шным. Сипик SK68. Его цена вообще, я не знаю, около 5 долларов на Алиэкспрессе. Кстати, к слову, могу сказать, что весьма даже достойный фонарик. Хорошо, очень далеко светит. Есть направленный луч. Ну, то есть, в принципе, для таких вещей пойдёт. И, кстати, по заявлениям продавца должен держать отдачу. Ну, я не знаю, как с отдачей относительно 12-го калибра. Но вообще, как бы, он сказал, что типа отдачу держит. Вот даже клипсу не пришлось снимать. Вот, вот так он будет у меня закреплён. Вот. Всё это крепим теперь в общей сложности вот сюда. Вот. Равномерненько закручиваем, чтобы он нигде не перекосило. То есть, по чуть-чуть поджимаем каждый из отдельных крепёжных винтиков. Вот. То есть, для того, чтобы всё это дело выровнять. Да, смотрим, чтобы оно равномерненько вот здесь везде шло. Но, чтобы фонарик по всей плоскости был закреплён. Вот. С этой стороны. С этой стороны. Ну, кстати, так чувствуется, где свободненько пошло, где не свободненько. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот так поджимаем. Оно выравнивается, поджимает фонарь. Так, всё. Пошло уже так туговастенько. Поэтому, подкручиваем с рычагом. В общем, в общем и целом, вот так всё это дело у нас выглядит. Возвращаемся назад к ружью. Вот. И крепим мы его вот сюда. Вот. Здесь никаких особенных дополнительных инструментов нам не надо. Вот. И всё это дело у нас теперь выглядит примерно следующим образом. Вот так здесь фонарик. Вот. Вот так мы держим ружьё, да, при нормальном хвате. Вот так. Сдержим вот так за цевьё. И здесь у нас сразу же под большим пальцем кнопка фонарика, которая вот его, собственно, вот так вот и включает, да. То есть, в общем и целом, да, так смотрится весьма-весьма эстетично. Честно говоря, не совсем бы мне хотелось, чтобы у меня фонарик, да, на креплении висел аж вот сюда. Это как-то смотрится не очень хорошо. А так это смотрится вот, ну, вот так примерно, да. То есть, весьма-весьма. Крепление здесь, ну, базу усадили, крепко, хорошо поджали. Здесь вот это крепление, ну, сейчас я его раскручу. Вот, покажу. То есть, оно, как бы, теоретически не сорвётся, потому что вот здесь есть вот этот направляющий болт, который входит в прорезь, да, то есть, после того, как мы его закрепили, да, вот так, болт вошёл в прорезь на самой базе и держится тут намертво. Вот этот поджимной болт можно закручивать прямо пальцами, да. Да, то есть, грубо говоря, это можно считать быстросъёмным креплением. То есть, буквально там пара оборотов пальцами. Вы сняли крепление, если фонарик не нужен, оставили только базу, которая, в принципе, ничем не мешает. В общем, сложности, да, мы имеем вот такой фонарик, подсветочку, которая включается движением большого пальца, да, то есть, переключаются режимы, вот, и которая, опять же, особо не добавляет габаритов непосредственно самому оружию и оставляет свободной прицельную линию. То есть, одновременно вы можете, как бы, и пользоваться фонариком, и нормально прицеливаться из ружья. Вот. Единственный только вопрос, конечно, который остался открытым, это выдержит ли этот фонарик отдачу 12-го калибра. Но я надеюсь, в ближайшем будущем попытаться выехать, пострелять немножко, и заодно и проверить. То есть, будет, ну, обыкновенный, скажем так, стрелковый тест. Раз 10 выстрелим из ружья какой-нибудь такой, немаленькой навеской, и посмотрим. Если фонарик потухнет, значит, этот фонарик использовать как тактический было нельзя. Если фонарик будет и дальше светить, я, честно говоря, думаю, что он будет и дальше светить. Тут ломаться, в принципе, нечем этому фонарю. В общем, и целом, где-то, значит, нет. Я благодарю вас за просмотр. Если кому интересно новые видео, подписывайтесь на канал. Ставьте свои отметки под видео, лайки, дизлайки. Буду рад вашим замечаниям в комментариях. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.